Лёд для некоторых вдруг ненадёжный. В этом уже убедились семь рыбаков в Брянской области. Именно стольких спасли и сотрудники госинспекции по маломерным судам, и сами рыбаки, находящиеся рядом с провалившимися под лёд коллегами по хобби. Несчастных случаев с летальным исходом с начала этого года не зафиксировано. Хотелось бы предупредить рыбаков, как рыбаков, так и тех, кто выходит на лёд, чтобы они были осторожны, соблюдали предельную осторожность, не выходили на лёд в незнакомых местах, не пробовали прочность льда ударом ноги, пешнёй или палкой, или ещё каким-нибудь твёрдым предметом. Лёд толщиной менее 10 сантиметров представляет очень серьёзную опасность для нахождения на нём. МЧС России проводит в этот период профилактическую операцию «Ледовая переправа». В ходе её все госинспекторы ежедневно выходят на лёд, замеряют его толщину, проводят разъяснительные работы с рыбаками. Жертвами стихии, кстати, могут стать не только рыболовы, но и люди, которые сокращают путь, переходя по льду, а также ребята, выходящие на лёд, поиграть или покататься на коньках. В этом году зима сопровождается частными циклонами. Выпадает дождь или мокрый снег, и лёд намерзает слоями, что отрицательно сказывается на его прочности. Лёд, по данным гидрометеоцентра, представляет опасность, потому что он тоньше, чем в прошлом году, и чем средний многолетний примерно в два раза. Как вы видели, на реках ещё не замёрзший лёд, вода ещё есть открытая, лёд тонковатый. На озёрах, да, лёд прочный. При движении по непрочному льду обращайте особое внимание на трещины с характерным скрипящим звуком. Если их заметили, немедленно скользящим шагом покиньте опасный участок. В особо критической ситуации лучше лечь на лёд и отползти в обратном направлении. Кроме того, не ходите по льду гуськом, не выходите на лёд в одиночку, не подходите к другим рыболовам ближе, чем на три метра. Ни в коем случае не совмещайте рыбалку с алкогольными посиделками. Только тёплое море по колено. В ледяной воде долго не продержаться. У наших спасателей есть зимние спасательные средства. Это спасательные лестницы, спасательные доски, спасательные круги, концы Александрова. Очень эффективные средства для того, чтобы спасатели могли вовремя прийти на помощь, свести свой риск к минимуму, чтобы оказать эффективную помощь человеку, провалившемуся под лёд. Несмотря на погодные коллизии, водоёмы покрыты большим слоем льда. Это самый спокойный в плане безопасности период зимней рыбалки. Хотя и здесь рыболовы могут подстерегать весьма неприятные неожиданности. Татьяна Глазова, Аристарх Никитин. События. Брянск.